Кладоискатель И узнать реальную стоимость антиквариата Чтобы в будущем выгоднее купить или продать собственный предмет старины Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем Десятка самых дорогих и интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити Открывает сегодняшнюю десятку статор Александра Македонского Монета эта от Чеканина в 4 веке до нашей эры При правлении того самого некогда непобедимого Александра Третьего Македонского Место чеканки монеты город Лампсак, ныне территория Турции Статор изготовлен из золота, вес его около 8,5 граммов Ну а состояние, если не учитывать запил на гурте, оставленной криворукой работницей ломбарда, отличное Статор Александра Македонского был выставлен на торги с 54 тысяч гривен За лотом следили около полусотни человек и один из них все-таки сделал ставку Монета была продана за 54 тысячи гривен 1996 долларов или 112 тысяч 500 рублей Девятое место на этой неделе заняла братина Киевской Руси Этот шикарный средневековый артефакт датирован 12 веком Он представляет собой небольшую посудину с характерными периоду Киевской Руси орнаментами Использовалась она предположительно в церковных обрядах Христианские и языческие солярные символы на братине относят ее к периоду двоеверия Состояние артефакта довольно хорошее А трещина на чаше безусловно компенсируется ее оригинальностью и уникальностью Братина Киевской Руси была выставлена на торги с 1 тысячи гривен Лот получил 76 ставок, а продавец 80 тысяч гривен 2957 долларов или 166 тысяч 666 рублей На восьмой позиции сегодня расположилось сарматское ожерелье Помните, друзья, сарматский браслет, ушедший несколько недель назад за 107 с половиной тысяч? Так вот это, так сказать, вторая часть марлезонского балета Артефакт датирован первым-третьим веками нашей эры Изготовлен он из высокопробного золота Также используется многослойное стекло и сердолик Вес предмета около 21 грамма Ну а состояние, если не считать небольшой трещинки на одном из слоев стекла, отличное Сарматское ожерелье было выставлено на торги с 1 гривны Лот получил 72 ставки, украшение было продано за 85 тысяч гривен 3142 доллара или 177083 рубля Седьмую строчку нашего рейтинга сегодня заняли старинные янтарные пусы Как известно, янтарь окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древних хвойных деревьев Используется он в основном для изготовления ювелирных изделий и бюджетерии Ну а наиболее ценным считается королевский янтарь, который составляет около 1-2% от всего янтаря Бусы, представленные на аукционе, находятся в отличном состоянии Вес их около 124 граммов Ну а самые крупные бусины достигают размера более 3 сантиметров Старинные янтарные бусы были выставлены на торги с 1 гривны Лот получил 75 ставок, бусы были проданы за 98 815 гривен 3 653 доллара или 205 865 рублей Шестое место на этой неделе заняла полтина Петра I 1723 года Первые полтины стали чеканить с 1701 года Профиль царя на них изображался в античном стиле Впоследствии аверс и реверс монеты постоянно менялись Поэтому существует множество разновидностей данного типа монет Портрет в мундире, в латах, в наплечниках, в горностаевой мантии И многие-многие другие виды полтин Петра I Всегда имеют спрос у коллекционеров Полтина, представленная на аукционе, так называемый тюгровик Материал серебро 728 пробы, вес около 14 граммов, состояние отличное Полтина 1723 года была выставлена на торги с 1 гривны Лот получил 129 ставок, а продавец 100 100 гривен 3700 долларов или 208 542 рубля На пятой позиции сегодня расположился дукат 1596 года Монета эта была от Чеканина при правлении Сигизмунда Третьего Вазы Короля Польского, Великого Князя Литовского, Русского, Прусского, Мазовецкого, Жмутского, Ливонского А также наследного князя Шведов, Готов и Венедов Дукат этот достаточно редкий Он изготовлен из золота в весе около 3,5 граммов Состояние монеты отличное, а изогнутость ее объясняется тем, что найдена она в земле нашим с вами комрадом-кладоискателем Дукат 1596 года был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил 147 ставок, монета была продана за 111 121 гривну 4108 долларов или 231 502 рубля Четвертую строчку нашего рейтинга сегодня заняли 5 рублей Екатерины II 1766 года София Августа Фредерико Ангальд Цербская или Екатерина II Великая Императрица и самодержица Всероссийская с 1762 по 1796 года Время правления Екатерины II называют Золотым веком, а монетное дело при ней переживало настоящий расцвет Монета, представленная на аукционе, является достаточно редкой Тираж ее составил всего 34200 экземпляров Отчеканена она в Санкт-Петербурге из золота 917 пробы в весе 6,54 грамма 5 рублей 1766 года были выставлены на торги с 1 гривны Лот получил 103 ставки, а продавец 113 000 гривен 4177 долларов или 235 417 рублей Открываю тройку призеров этой недели Римский перстень Перстень этот изготовлен из серебра, ну а украшает его профиль каракаллы Римского правителя начала 3 века, который отчеканен на Ауреусе, древнеримской золотой монете Все, кто следит за моими обзорами, знают, что ауреусы иногда продаются за очень немалые деньги Как например ауреус того самого каракаллы, проданный недавно за 200 с лишним тысяч В общем наделал шуму этот перстень на форуме Виолити Одни советовали извлечь монету, другие ни в коем случае не навредить перстню Который возможно принадлежал какому-нибудь полководцу 7 легиона Третьи просто восхищались артефактом Ну а римский перстень был выставлен на торги со 110 000 гривен Лот получил 23 ставки и окончательная стоимость составила 135 000 гривен 4 990 долларов или 281 250 рублей Почетное второе место на этой неделе занял Пшерворский пояс Пояс этот в 16-17 веках принадлежал какому-нибудь знатному шляхтичу Изготовлен он из серебра и покрыт позолотой Пояс найден нашим с вами комрадом-кладоискателем в лесу На глубине около 30 сантиметров Пояс в сборе Вес его более 600 граммов Длина около 90 сантиметров Состояние предметов удивительно отличное Пшерворский пояс 16-17 веков был выставлен на торги со 100 100 гривен Лот получил 68 ставок Артефакт был продан за 241 400 гривен 8 934 доллара или 502 917 рублей Ну а первое место в нашем рейтинге самых дорогих интересных лотов Проданных за неделю на аукционе Виолити Занял Таллер 1644 года Монета эта не то что редкая Она уникальна Подобный штемпель нумизматической науки пока неизвестен Отчеканен Таллер при правлении Кристиана IV Короля Дании и Норвегии Изготовлен он из серебра Вес монеты около 29 граммов Состояние ее превосходное Норвежский Таллер 1644 года был выставлен на торги с 1 гривны Лот получил рекордную на этой неделе 171 ставку А продавец 401 100 гривен 14 828 долларов или 835 625 рублей Ну что ж друзья Такой была прошлая неделя на аукционе А чтобы не пропустить самые интересные дорогие лоты текущей Просто подпишитесь на канал Следующий обзор ровно через неделю Ссылки на лоты представленные в обзоре вы найдете в описании под этим видео Если вам понравилось это видео и вы желаете помочь в развитии канала Сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей Чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор Буду очень благодарен Также вступайте в мои группы в фейсбуке и вконтакте И обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Ведь впереди у нас еще много интересного На этом все С вами был ваш друг и соратник Владоискатель Анархотурист До новых встреч, друзья Все будет хорошо Деньги бывают Такое бывает Такое бывает Но только недолго Не храните деньги в сберегательных кассах Там от них никакого толку Субтитры сделал DimaTorzok